Расширение для Chrome от Letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах. Перейдите в магазин, где планируете купить, а расширение напомнит вам о кэшбэке. Как получить премиум аккаунт, смотрите в описании. Всем привет! В данный момент и по 25 февраля в Барселоне проходит выставка MVC 2016, на которой покажут и уже показывают очень много интересных новинок. В частности, показали Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, которые стали уже более немного совсем чуть-чуть сильно лучше, но меня же больше привлек LG G5 с его отстегивающимся дном, вместо которого можно вставить длинное дно, дно другого цвета и дно для любителей фотографировать, превращающее весь смартфон в дно. Но идея интересная и необычная, стоит признать и похвалить корейцев хотя бы за смелость. Из китайцев кучу гаджетов уже показали Lenovo. Среди их явств на барселонских столах появились бюджетные смартфоны Lenovo Vibe K5 и K5+, работающие на процессорах Snapdragon 415 и 616 соответственно. Оба устройства оснащены 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней памяти с дыркой для флешки, аккумулятором ёмкостью 2750 ммч и 5-дюймовым экраном. Только в случае K5 это HD, а K5 Plus Full HD матрица. По камерам всё одинаково, 13 Мп сзади и 5 Мп спереди у обоих. Стоимость Lenovo Vibe K5 составит 129 долларов, когда Vibe K5 Plus оценили в 149. Смартфоны поступят в продажу на международный рынок весной текущего года. Помимо смартфонов Lenovo показали и другие гаджеты, например, планшет IdeaPad MIX 310. Ultimate решение для работы и досуга в форм-факторе планшета со стёгивающейся клавиатурой. Трансформер имеет модуль LTE для выхода в мобильный интернет, 10-дюймовый экран и тучу различных вариаций на тему объёма внутренней и оперативной памяти. В топовой комплектации пользователю будет доступно 4 ГБ АЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Работать планшет будет на Windows 10, первые поставки его начнутся в конце лета, но о ценнике пока информации никакой нет. Технические характеристики Lenovo IdeaPad 310 выглядят так. Дисплей 10 дюймов Full HD, Windows 10 Home, процессор Intel Atom X5 8350, оперативной памяти до 4 ГБ и накопитель до 64 ГБ. Вес планшета составляет 580 грамм, а клавиатуры 520 грамм. Но и на этом Lenovo не остановились. На выставке были продемонстрированы и ноутбуки-трансформеры серии Yoga, Lenovo Yoga 510 и 710. Они сочетают в себе портативный корпус, мощную начинку, доступную цену, название ортодоксальной школы буддизма и скорее всего силу земли. В продаже Lenovo Yoga 510 появится в апреле текущего года, ценник на младшую версию в базовой комплектации будет начинаться от 40 тысяч рублей. Lenovo Yoga 710 будет доступна в мае по цене от 50 тысяч рублей за базовую модификацию. А вот следующая новинка куда интереснее. Huawei MateBook, представленный также в рамках МВЦ 2016, отличается привлекательным дизайном, неплохим железом и совершенно неадекватным ценником. Представляет из себя это творение сумрачного китайского гения, гремучую смесь между планшетом и ультрабуком. По дефолту в коробке с новинкой помимо планшета будут лежать клавиатура и стилус с лазерной указкой. Диагональ экрана новинки составляет 12 дюймов, разрешение экрана 2160 на 1440 точек. Алюминиевый корпус толщиной в 6,9 мм весит 635 грамм. Вишенкой на торте стал сканер отпечатка пальца на боковой стороне. Процессором выступит Intel Core M3 у младшей версии планшета, Intel Core M5 у средней и Core M7 у топовой. Червоточенный в образе идеального планшета стал объем аккумуляторной батареи. Всего 4430 мАч и ценник, начинающийся от 700 евро за самую нищебродскую версию планшета с процессором Intel Core M3, 4 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтным модулем постоянной памяти. Премиум-версия, на борту которой Intel Core M7 шестого поколения, 8 гигов оперативки и 512 накопителя, будет стоить 1800 евро. Напишите, кстати, в комментариях, что бы вы купили себе за 1800 евро, а я продолжу. Пару слов стоит сказать о грядущих новинках, что китайцы должны показать в рамках МВЦ 2016. Первая новинка в моем списке это Meizu Pro 5 на операционной системе Ubuntu Touch. Хардверно не поменяли совершенно ничего, это все тот же старый добрый Pro 5, поменяли лишь софтверную составляющую. Из коробки работать аппарат будет на Ubuntu, которую вот уже четвертый год, наверное, подряд никак не могут допилить до ума, чтобы отвоевать у андроида его позиции на рынке. Официально еще новинку так и не показали, все должно пройти в рамках МВЦ. До чего дошел Китай? Doogee едет на МВЦ. Там компания покажет старые смартфоны и какое-то китайское барахло. Но нам с вами интересно не это, а мобильный микропроектор Doogee P1. Проектор можно будет использовать как в паре со смартфоном под управлением Android и iOS, так и с любыми ноутбуками. Собственно, кроме внешнего вида и названия пока ничего неизвестно. Из китайских производителей в этом году на выставку поехали такие бренды, как China Mobile, Rockchip, Oppo, Geony, ZTE и Xiaomi. От последней ожидается релиз самого долгожданного смартфона, флагмана Xiaomi Mi 5. Несмотря на кучу тизеров и анонсов, утечек и сливов в сеть, до сих пор так и неизвестны точные технические характеристики смартфона. На официальном канале Xiaomi запланирована онлайн-трансляция с обратным отчетом, куда я заглядываю как умалишенный каждый день и мысленно тороплю время. Однозначно постараюсь взять этот телефон на тест, жду его как хатику. А на этом все, не забывайте подписываться на канал, заглядывайте на второй канал, который ведет моя жена и делает там обзоры софта и различных Android новостей. Вступайте в группу ВКонтакте, ставьте оценки этому видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.